Есть одно достойное и прекрасное качество. Когда человек им обладает, он бывает ближе к Всевышнему Аллаху. Это качество скрывания чужих грехов. Воистину, Аллах скрывающий грехи и любит скрывающих. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Кто спрячет грехи людей в мирской жизни, его грехи спрячут в Ахирате». Некоторые мои братья рассказали мне удивительную историю. Однажды один из жителей Лучезарной Медины увидел во сне посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Сны, связанные с пророком, это истина. Во сне пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал ему, «Что в Мекке есть такой-то и такой-то человек, передай ему радостную весть, что он будет со мной в раю, иншаллах». Житель Медины отправился в Мекку и расспросил об этом человеке. Во время расспросов никто ему не подсказывал, как можно его найти. Когда люди слышали имя этого человека, то отворачивались. Когда после трудных поисков он все же нашел этого человека, то узнал, что это он один из худших людей, не совершающий намазы, совершающий грехи. И житель Медины ему сказал, «Расскажи мне хорошее дело, которое ты совершил, и о котором ты думаешь, что Аллах его принял». Тот ответил, «Как ты видишь, нет у меня в жизни благих дел, на принятие которых Всевышним я надеюсь. «Вспомни», — настаивал пришедший, «Может, есть благой поступок, который ты совершил?» И Мекканис рассказал, «Когда я женился, моя жена оказалась беременной. Она попросила меня, «Спрячь мой грех, Аллах и твои спрячет». Я спрятал ее грехи и проявил терпение. И пока она носила в себе младенца, никто об этом не узнал. Когда она родила, я взял ребенка, отправился в мечеть, и пока меня никто не видит, оставил его на пороге мечети. Потом раздался голос, «Ребенок, найден ребенок, есть у него родные?» Собрались люди. Я следил за всем этим, ждал, пока собравшиеся чуть успокоятся. А потом сказал, «Я буду опекуном этого ребенка, пока не найдутся родные». Я взял малыша и отправился домой. Мы с женой воспитали его, и никто не узнал правду о нем, кроме тебя сейчас. Только Аллах знал об этом. И тогда житель Медины сказал, «Субханаллах, это деяние, которое возвысило тебя. Я видел во сне посланника Аллаха, и он велел мне передать тебе весть о том, что ты будешь с ним в раю, иншаллах». Это известие повлияло на того грешника. Он покаялся и встал на путь Аллаха. Сегодня мы замечаем даже маленький проступок человека и не знаем, как спрятать его. Люди стали в этом очень слабы. Через телеканалы, интернет и другие средства информации многие любят проводить разоблачения, демонстрируя негативные стороны и неблаговидные дела друг друга. Если вы чувствуете в себе склонность к разоблачению других, то знайте, что это мерзкое качество, вызывающее гнев Всевышнего Аллаха. А если вы найдете в себе умение скрывать чужие грехи, то знайте, что это прекрасное качество, которое любит Аллах. Это качество самого Аллаха. Он любит прятать грехи людей и любит тех, кто поступает так же. Каждый из нас должен приучаствовать нас к тому, чтобы, когда вы станете свидетелем какой-либо вины человека, постараться скрыть то, что узнали. Алимы говорят, что прятать грехи — это высокая степень. Некоторые ученые не только стремятся скрывать чужие проступки, но и говорят, что нужно даже от своего навсо прятать грехи. Один мой знакомый совершил много грехов, да убережет нас Аллах от этого, и Всевышний возвеличил его, дав ему возможность покаяться. Он пришел ко мне и рассказал, «Когда я был в хадже в долине Минаб после Арафа, мне сказали сесть с одним из праведных шейхов. Когда я к нему подсел, стал ему рассказывать, «Я такой-то, сын такого-то, совершил такое-то», тогда шейх сразу сказал, «Субханаллах, молчи! Аллах спрятал твои грехи, не разоблачай себя передо мной!» Иншаллах, когда мы покинем хадж, думай, что Аллах простил твои грехи, и больше не вспоминай о них. Обратись к Аллаху с чистого листа. Меня это очень удивило. Я взял прекрасный урок у этого шейха. Он не захотел, чтобы я раскрыл перед ним свои грехи. В то время, как многие люди желают узнать ошибки людей, я подумал, что шейх сделал это от любви к добру. Молчать о чужих грехах — очень достойное качество. Нам следует бороться с нафсом. Мы просим у Аллаха облачить нас в это качество, чтобы наши и ваши грехи были скрыты в день суда. Мы очень нуждаемся в этом. Ведь если бы Аллах разоблачал нас, то никто бы нас не приветствовал и не сел бы с нами рядом. Прячьте грехи людей, и ваши грехи спрячет Всевышний.